Привет, друзья! В этом выпуске у нас с вами будет обзор и вообще большой разговор о речной радиостанции SRS-311. И даже не просто радиостанции, а целой такой радиосистеме. То есть здесь много компонентов, которые можно по-разному применять в зависимости от того, что вам нужно организовать на судне. Больше она применима, конечно, на судах таких уже коммерческих, серьезных, где там разные посты управления. Нужно туда вынести, сюда вынести, по-разному систему дополнить. Но также и на маломерных судах такой радиостанции очень даже может найти применение. У нее очень интересный форм-фактор. Я вас уверяю, что большинство бейсменов, по крайней мере, и водонмоторников, может быть, даже и не знали, что такой форм-фактор в принципе существует. А он очень удобен, особенно для установки на маломерные суда. Это первое. Второе, что здесь реализована система цифрового вызова, которая, в принципе, это изначально морская система. И в речной радиосвязи раньше она не применялась. Только вот в этой компании, на ВКОМ, как бы сделано, что это работает и на речных ее радиостанциях. Система тоже очень удобная. Я уже рассказывал про то, как работает система цифрового вызова, но не показывал, потому как не было у нас таких радиостанций под рукой, чтобы показать реально, как работает этот вызов, ответ на него, как станции переключаются на каналы. Сегодня вам все это покажу. То есть это будет интересно и не только тем, кто такую систему рассматривает, но и тем, кто пользуется морской радиосвязью. Там везде есть такая цифровая система. Поэтому тоже это все покажу. Поговорим о ценах и о том, как все это подключать. В общем, начнем по порядку. Значит, пришла вся система вот в такой большой коробке. Здесь много компонентов. Сейчас мы по ним пробежимся. И отдельно антенна. Антенны есть разные. Я выбрал для теста максимально компактную. Они чуть позже. И внутри этой коробки у нас вот в таких вот упаковочках беленьких идет все остальное оборудование. В общем, упаковка как упаковка. Я все это, естественно, разобрал уже, протестировал. И сразу вам скажу, что вот инструкция. Нормальная инструкция, но я ее специально подсчитал после того, как все собрал и со всем этим делом поработал. То есть мне было важно и интересно, насколько интуитивно понятная система. Здесь много компонентов, то есть его, когда распаковываешь, у вас столько всего, там, всяких проводов. И мне было интересно, насколько вот среднестатистический пользователь легко с этим разберется, ее установит и сможет этим пользоваться. Поэтому сейчас об этом тоже все расскажу. Значит, сама радиостанция. Форм-фактор. Обратите внимание, вот это вот головной блок радиостанции. Вот это все. Да, есть ее версия, вот эта 311, есть 310. Она выглядит как стандартная радиостанция. Обычная фронтальная панель с экраном, с кнопками. Но здесь не так. Здесь сам блок, он вот, на нем все разъемы, все подключения. И к нему вы подключаете вот такие вот трубки. Можно подключить одну трубку, она, естественно, в комплекте идет. Можно подключить дополнительную трубку. Но о трубках мы еще поговорим. То есть у вас все управление радиостанцией идет с трубки. А центральный блок, он прячется где-то внутри. И, на мой взгляд, это решение суперинтересное по нескольким причинам. То есть я бы себе и морскую с удовольствием такую же бы поставил вот в таком форм-факторе. Почему? У меня стоит стандартная радиостанция внутри. Когда мне нужно пользоваться ей в кокпите, я достаю тангенту. Вот она у меня. И сделано у меня здесь отдельное для нее крепление. Вот так вот вешаю. Здесь можно управлять, ну, как бы вести переговоры из кокпита. Но здесь есть управление, я могу менять каналы, но здесь нет экрана. Я вот буду листать каналы, я не вижу на каком я канале. Я не могу здесь поменять настройки громкости. Ну, в общем, никакие настройки особо не могу поменять. То есть могу переключиться на 16 канал и, в принципе, пользоваться. Могу листать каналы, но мне нужно будет запоминать как-то. В общем, как бы это не идеально. Когда здесь была бы вот такая трубка, сюда выносилась бы, то я взял в руку, у меня полное управление. Я вижу, какой канал, вижу там какие-то дополнительные данные. Здесь в том числе и GPS координаты, что может еще понадобиться. Я могу управлять настройками, той же громкостью, тем же шумодавом. То есть все управление у меня здесь, оно под рукой. А здесь мне для того, чтобы даже просто поменять канал или там какое-то двойное сканирование включить, мне надо физически вот туда вот залезть. И отсюда, отсюда вообще-то мне даже и не видно. То есть мне надо спуститься вниз и там эти действия произвести. Вот, то есть такая трубка вам намного удобнее. Это первый момент. Второй момент. Если я, допустим, хотел бы сейчас поставить себе дополнительную радиостанцию речную в дополнение к своей морской, у меня в панели приборов уже нет просто под нее физически места. То есть нужно как-то все кардинально там переделывать, для того, чтобы стандартную панель разместить. А вот этот блок я вообще без каких-то проблем могу поместить внутрь, где вся электрическая коммутация у меня находится. Он спокойно туда залезет, как угодно там прикрутится, а вынести трубку и прикрутить ее вот куда угодно слева-справа. Она на таких креплениях. Здесь вот такой кронштейн вы куда-нибудь прикручиваете, куда вам удобно. Кстати, хороший кронштейн, легко фиксируется, интуитивно понятно. Кнопочку нажимаете, здесь стрелка на четырех винтах очень защелкивается, выщелкивается. Короче говоря, удобный кронштейн. У второй трубки, соответственно, если вы дополнительно покупаете, тоже такой есть. Вот. То есть это второй плюс. Первый, что у вас в руках полностью есть управление. Опять же, экран вот той, может иногда солнце там как-то падать и неудобно рядом сидеть. А это вы взяли в руку, там кто-то может плохо видит, там поближе посмотрели. В общем, мне такое решение нравится. И нравится, что можно вот этот блок разместить где угодно. Вот, например, даже нет места вообще внутри, я могу вот в какой-то рундук вот его вот там вот внутри разнести, разместить внутри рундука, например, кормового, и вывести туда трубочку, она у меня будет рядом с румпелем. Тоже очень удобно. То есть я не привязан к тому, что панель вот эта вот, она будет где-то там на виду, на солнце, еще что-то. То есть трубку убрал в рундук, достал из рундука. То есть такой форм-фактор, он очень сильно расширяет возможности применения радиостанции, поэтому вот эту модель я и выбрал для обзора, потому что хотел рассказать вам о таких решениях. Вот. Они там у разных производителей бывают и для морской радиосвязи, если кому-то надо, можно поискать. Опять же, есть суда, где довольно много всего на приборной панели, и оно уже как-то так размещено, что дополнительный какой-то дисплей, так что красиво и эстетично разместить, ну, нет места. Вот. Эта вот проблема, она в таком форм-факторе очень хорошо решается. Вот. Это мне очень понравилось. Дальше. То, что у нас две трубки. Эта вторая трубка приобретается отдельно. То есть в комплекте идет одна с кабелем-удлинителем. Кабель у нас трехметровый. То есть, ну, в большинстве случаев, наверное, он не понадобится. Все-таки размещаете где-то там у приборной панели это дело. Но он у вас в комплекте есть. Если вы захотите вторую трубку, например, вот, чтобы одна была внутри, вторая была снаружи, например, вот, для мотосейлеров это удобно. Вот у нас сосед стоит Иван с мотосейлером. Там внутри пост управления и снаружи у него морская радиостанция, там, другого производителя. Он тоже себе отдельную трубку покупал. Мы ее проводили, подключали, чтобы было на каждом посту управления по трубке. То есть это реально востребованная функция. Если вы покупаете вторую трубку дополнительную, с ней идет тоже такой удлинитель. Не увидел я, может быть, где-то есть в описании, можно или нельзя их соединять, и какое вообще есть ограничение по вот этому удлинению. Но я их соединил. Ну, в принципе, сейчас при вас это соединюет. Все работает. То есть вот 6 метров у вас получилось. То есть если вы покупаете вторую трубку, у вас сразу не 3, а 6 метров, потому что еще от первой осталось. Ну, и для того, чтобы их можно было сразу соединить, вот такой разветвитель. Сейчас мы это все подключим с вами. Дальше, что у нас еще в комплекте? Тоже для того, чтобы где-то дополнительно, где вы хотели бы слышать радиостанцию, но не размещаете прям управление ей, есть у нас вот такой динамик. Ну, здесь он вот от компании Novcom, хотя на нем этого не написано, не знаю. Можно купить и любой другой. Здесь, в общем-то, стандартный моноджек. То есть любой динамик можете подключить. Вот. Про динамик еще скажу отдельно, когда все подключим. Ну, в общем, такая возможность, она в радиостанции сразу есть. И это тоже хорошо. То есть у вас еще дополнительное какое-то место, например, там в капитанскую каюту сделать, чтобы радиостанция вещала дополнительно. И есть у нас еще вот такой вот рупор водозащищенный. Очень здоровый и мощный. Ну, как бы для моей яхты он великоват. Честно сказать, я бы, ну, если бы ставил себе, я бы взял какой-нибудь поменьше. Штука хорошая. Я себе, наверное, когда-нибудь поставлю на краспицу. Только не такого большого размера. Это все-таки для крупного судна. Но для какого-нибудь катера, может быть, с большой рубкой, где его удобно разместить, где-то подойдет. Пищит он прям ядрёный, я вам скажу. Ну, вы это еще услышите, мы его тоже подключим. Да, здесь на концах у меня висят ваги, но это я уже подключал. Они идут просто с кончиками, чтобы вы там соединения сделали, какие хотите. Кабель удлиняется как угодно. По инструкции, по-моему, 15 метров можно делать. Просто два провода, ничего сложного нет. И, конечно, да, с радиостанции идет антенна GPS. Вот такая вот GPS GLONASS. Да, посмотрим. GPS GLONASS, да, то есть две системы спутников она ловит. С ней сразу в комплекте кабель. По-моему, это 10 метров, может быть, 15. Ну, в общем, достаточно длинный кабель. Со стандартным разъемом SMA. Включается сразу в рацию. Здесь разъем, видите, он такой маленький, то есть он не особо толще, чем кабель. Не помешает его протаскивать через какие-то отверстия. В отличие от разъема... Ну, это стандартный разъем, он на всех радиостанциях, там, речных, морских, как бы, стационарных. Он вот такой вот. Он здоровый. И здесь, что правильно сделали, про антенну тоже это еще сейчас отдельно скажу. Ну, здесь этот разъем положили отдельно. Это я его уже собрал, чтобы протестировать. Он лежит отдельно. И это правильно, потому что вы, скорее всего, эту антенну будете размещать где-то снаружи, потом протаскивать этот кабель куда-то внутрь. И если бы этот кабель уже был одет, как вот у меня было, например, АИС, я устанавливал, то его пришлось бы, в принципе, все равно отрезать, покупать новый и вставлять. Ну, для того, чтобы просто не сверлить там крупные отверстия здесь. Здесь сразу об этом производитель подумал и положил этот разъем отдельно. Да, конечно, как бы вы сразу не воткнете, вам надо его прикручивать, но зато у вас уже есть разъем, который вы там стационарно установите. Есть вот такой вот переходничок, то есть на стандартный кронштейн. Вот у меня такие же стоят GPS-антенны для радиостанции и для АИСа. Можно, естественно, это все с одной антенны сделать, потому что тоже на МИА здесь есть интерфейс. То есть можно одну антенну либо вывести с радиостанции на другие приборы, либо с других приборов завести на радиостанцию. Ну, здесь она в комплекте уже есть, как бы тоже хорошо. Я, честно говоря, за то, что мне лишние антенны не мешают, вот у меня тоже стоит две, как бы поставил, зато они друг друга резервируют. Одна там вышла из строя, еще что-то, взяли, пользуйтесь второй. Как бы здесь, в общем, да, можно купить крепление стандартное на рейлинг. В общем-то, я такие крепления просто на Алиэкспрессе покупал, там что-то тысяча с чем-то рублей стоит, к рейлингу крепится очень хорошо. К антенне вот этой вот, эта антенна, соответственно, речного диапазона, стационарная. Есть у нас уже, вот он, есть уже кронштейн пластиковый, вот, наклонный, можно ее наклонять, там, допустим, у вас рубка, вы хотите там под мостами какие-нибудь пройти или там чехол какой-нибудь одеть, то есть он будет складываться. Но я его не стал распечатывать, не буду его сейчас устанавливать. Кронштейн поворотный, вот, из нескольких половинок собирается, и, соответственно, вот у него резьба, которая, вот на него это все дело просто накручивается. Антенна. Есть они разной длины у той же компании. Ну, вот я для теста взял самую компактную. Мне, в принципе, такие антенны нравятся, потому что их сложнее повредить и проще установить. Ну, и опять же, меньше там какой-то ветровой нагрузки, меньше там каких-то, ну, какого-то звука от того, что там длинная антенна как-то дребезжит, еще что-то антенна прям такая вот. Конечно, опираться за нее не надо, там, как за поручень, вот. Но сломать ее, наверное, будет не так-то просто. То есть она прям такая добротная, вот, проченькая, вот, ничего тут не гнется, не болтается. Такой прочный кожух у нее. Вот, в общем, антенна такая солидненькая, солидненькая. Но если вам нужна какая-то максимально возможная дальность, то есть, конечно, антенны подлиннее. Они будут работать подальше. Насколько подальше, ну, это вопрос сложный. Вот, лично я не сторонник особо там длинных антенн. И все меньше я за то, чтобы антенны ставить высоко на мачте, потому что очень большая длина кабеля. Кстати, в инструкции об этом тоже написано. Там и вам рекомендуемы есть типы кабелей. То есть, если у вас длина большая, идет все там через мачту, потом еще у вас мачта же съемная, то есть, нужно делать там соединение. Все это добавляет некоторых потерь. Поэтому вот у меня последнее, вот, что я там АИС устанавливал, антенна стоит коротенькая и вот стоит сзади на арке с солнечной панелью. И если бы я ставил дополнительную морскую или большинную антенну, я бы, в принципе, так же делал. Вот этого кабеля комплектного здесь будет вполне хватать. То есть, чем кабель короче, на самом деле, тем лучше. Вот, меньше потерь, и все это у вас лучше работает. Вот. Что у нас еще в этом комплекте? Ну, по большому счету, все. Есть, да, какие-то винтики где-то, какие-то крепления, какие-то прокладки. Я там в это глубоко не углублялся. То есть, тут в зависимости от того, как вы будете восстанавливать, там что-то разное потребуется. Будем мы проверять ее вот с такой радиостанцией вместе, потому что здесь эта станция портативная, но тоже имеет цифровой вызов. Здесь она класса река-море, то есть, здесь он и с морскими работает, и с речными. Эта станция работает только с речными, но мы эту включим в речной диапазон и попробуем именно в речном варианте, как работает система цифрового вызова. Это штука такая довольно уникальная. Эта станция, кому интересно, у меня уже был на нее обзор на канале, довольно-таки большой. Ссылочку сюда вставлю, можно будет посмотреть, кому интересно. Тоже необычное решение, как бы аналогов особо нет. Ну, не то, что особо нет, просто нет. Ну, теперь давайте просто это все дело подключим и покажу, как оно собирается-подключается и как оно работает. Значит, кабель питания, я его уже подключил, на нем уже есть предохранитель, наверное, 10-амперный, я не смотрел, но в инструкции написано, что 7 ампер она потребляет. Я подцепил к своей радиостанции, у меня там стоит предохранитель 7,5 ампер, на нем нормально работает. Ну, наверное, для нее нужно 10. Здесь ничего не перепутать, разъемы все разные, они плотно завинчиваются. Кстати, в инструкции указаны типы этих разъемов, то есть если у вас что-то случилось с разъемом, вы не будете гадать, вы сможете как бы найти этот разъем, просто купить его и заменить, ну, если мало ли что-то случилось. Потому что иногда бывает такой разъем, не знаешь, где его найти, чтобы там поменять. Значит, прикрутили питание, ну, не включаем пока, конечно, вообще питание в последнюю очередь прикручиваем, у меня пока сама линия выключена, поэтому могу себе позволить, потом я включу просто кнопкой с панели. Включаем обязательно нашу антенну, причем изначально, ну, я, конечно, уже проверял, но когда вы собираете целиком вот это, антенна-фидерное устройство, там, антенна, кабель, как бы все вот это вот, желательно это как-то проверить, потому что если у вас антенна или кабель, или что-то неисправно, то можно просто спалить выходной каскад, возможно, неправильно выражаюсь, я не такой специалист там внутри в электрике радиостанции, но, в общем, если у вас не подключена антенна, либо с ней какие-то есть проблемы, то выходная мощность радиостанции, она как бы отражается в нее, и может там что-то спалить, как бы, вот у меня такое было с моей радиостанцией старой, морской, и, в общем, я после этого носил ее в ремонт. Так может быть с любой абсолютно станцией, поэтому я обычно, когда что-то такое устанавливаю, пользуюсь, у меня есть вот такая штука, такая СВ-метр, есть еще анализатор нано-ВНА, ну, вот здесь достаточно вот такого, подключаем его между радиостанцией и антенной, и потом включим, посмотрим, заодно он покажет нам некоторые параметры этой антенны и параметры мощности выходного сигнала, и мы будем по этим параметрам понимать, что у нас с линией все в порядке, если с линией что-то не в порядке, радиостанция, опять же, не выйдет из строя, потому что, как бы, на себя вот эти проблемы возьмет вот это устройство. Дальше подключаем GPS-антенну. Ну, я говорю GPS, потому что все привыкли так говорить GPS, на самом деле правильно говорить GNSS, глобальная навигационная спутниковая система, вот, потому что она не одна, тут не только GPS, тут еще GLONASS, есть антенны, которые там, вот, в телефоне, допустим, да, там и GPS, и GLONASS, и Beedoo, и там, может, Galileo еще, и все это вместе GNSS, вот. Ну, так вот все привыкли называть это GPS, как Xerox по названию первого бренда. Закручиваем. Дальше вот эти хвостики, вот с этим хвостиком я изначально немножко задумался, потому что я вот так его взял в руку и попробовал сюда подключить трубку, но у меня не получилось, взял удлинитель, у меня тоже не получилось, взял разведитель, тоже не получилось, думаю, как так, почему сюда ничего не включается. Вот, оказалось, что просто это хвостик не для этого, это хвостик для разъема NMEA, для подключения устройств NMEA, а для трубок у нас здесь отдельный разъемчик, вот здесь, вот он. На нем была просто заглушечка, поэтому я его не заметил. Сейчас я заглушечку снял, его хорошо видно. Соответственно, мы трубку подключаем в отдельное гнездо. Даже не трубку, а мы подключим вот такой разветвитель, потому что подключать будем две трубки. Вот, может быть, это не идеально сейчас видно на камере, но, поверьте, здесь особо показывать нечего, каждый разъем, он в свое место прикручивается, ничего перепутать здесь невозможно. Но, опять же, в инструкции все это написано. Просто показываю, насколько это просто все делается. Причем разъемы, они все резьбовые, ну, вот эти, по крайней мере, основные. Поэтому это дело надежное, ничего здесь не отойдет никуда, потому что вы закрутили по резьбе и все, не просто воткнули. Так, и вторую трубку мы подключим через удлинитель, причем даже через два удлинителя, вот, чтобы показать вам, что ее можно прям далеко отнести. Ну, может быть, не всем это надо, но опция интересная, вдруг кому-то и надо. Это не тот конец. Вот, видите, другим концом вы не воткнете. Тоже здесь все собрано таким образом, что даже без инструкции никак как-то не так вы не воткнете. Вот, подцепили, удлиняем вторым кабелем. Вот, и на второй кабель я вешаю вторую трубку. Да, сниму с нее тоже. Есть такой же кронштейн под установку на стену. Вот, вообще они чем-то отличаются, эти трубки. В общем-то, ничем они не отличаются, они абсолютно одинаковые. То есть, это просто вот вторая. Что мы еще хотим подключить? Мы хотим подключить еще вот этот вот динамик. У него в комплекте идет переходничок на миниджек, но вот здесь вам надо будет кабель как-то соединить. Ну, скорее всего, вы его будете удлинять, потому что обычно эти динамики ставят куда-нибудь подальше, где вам не дотянуться до обычной трубки. Поэтому тут вот есть возможность его удлинить как угодно. Находим хвостик, куда он подцепляется. Подцепили. Второй хвостик, он у нас идет для громкоговорителя. Вот у нас громкоговоритель. У него в комплекте тоже проводок, только вот, опять же, вам его, это вот я для теста подключил, естественно, здесь вам нужно будет как-то дело удлинять. То есть, какой-то провод просто купить до 15 метров. И соединить. И можно его относить куда-то далеко. Так, куда бы его поставить, честно говоря? Поставим куда-нибудь сюда. Места нет, столько оборудования. Все, мы вроде соединили. Самое главное, проверяем, что мы антенну соединили. Вот, и теперь включаю линию. Берем трубку. Включаем. Включается радиостанция. Я сюда уже внес номер. Здесь это называется ИРП... Подпишу, в общем, как называется. В общем, индивидуальный номер речной подвижной службы. Как-то так. У меня такого номера нет. У меня яхта ходит в морском регионе. Я сюда внес свой обычный ММСА. Да, кстати, не свой, а соседа. Потому что мне со своей станции, чтобы его проверять. Так что, Сергей, привет. Я внес номер Сергея сюда. Вот, ну, потом перепрошьем. Кстати, большой плюс, да, тоже, когда я уже об этом упоминал в других обзорах, когда радиостанции вот такие с этими номерами, ММСА или речной, вот этот опознавательный номер, это, в принципе, одно и то же, по сути. Там, может, в разных базах они содержатся, выглядят они одинаково. В чем плюс российского производителя? Если вам нужно поменять привязку к другому судну, например, или вы там что-то перерегистрировали, у вас номер поменялся, его нельзя просто так из меню заменить. То есть, вам нужно радиостанцию отдать перепрошивку. Он вводится один раз, там, ну, как два раза его нужно ввести, во избежание ошибок, как пароль, вот, когда вы где-нибудь регистрируетесь. И потом его поменять силами пользователя нельзя. Это вот во всем оборудовании так сейчас сделано, это стандарт. То есть, это и в радиостанциях, это и в АИСе, где угодно, где используется вот этот номер, его поменять пользователь не может. И вот мы столкнулись с такой проблемой на радиостанции МТЭЧ, по-моему, японской тоже радиостанции, не особо известный бренд. Сервисов у нас вот мы не нашли, где бы нам сказали, что мы можем скинуть там ММСА, который вводил старый владелец, который его, видимо, ввел вообще на обум, что в базах этого номера нет. И вот, и то есть, как бы, нам нужно вводить туда новый, и, по сути, получается, что радиостанцию надо менять целиком, потому что вы не можете, как бы, ее привезти, вот этот номер, в соответствии с регистрацией вашего судна. И это вообще не сделать. Вот. Может быть, какие-то есть пути, но мы пока не нашли. А здесь вы можете отправить его производителю в Москву, там этот номер скинут, и все. Вот. Так что это тоже, как бы, имейте в виду, это важный фактор. Особенно, если вы покупаете БУ-радиостанцию, где уже этот номер может быть введен. Или судном вам досталось, как вот у нас здесь было. Так. Эта трубка, значит, у нас заработала. Включаем вторую. Значит, включаются они по отдельности. Вот. Включил вторую. А я к чему про этот номер заговорил? Если он не введен, то при включении у вас здесь включится предупреждение, что этот номер не введен. Почему это важно? Потому что без него не будет работать у вас вот этот вызов сигнала бедствия. Вот эта кнопочка здесь. Не будем в этом ролике очень подробно про нее говорить, как это работает. Потому что мы подробно уже рассказывали, когда был обзор вот этой радиостанции. Опять же, будет ссылочка, посмотрите. Значит, это просто вызов цифровой бедствия. Когда отправляются координаты, и спасатели сразу получают и сигнал бедствия в цифровом виде вместе с координатами. Что намного-намного удобнее, гораздо лучше для безопасности, чем если вы будете свою позицию диктовать. Сами знаете, по радиостанции не всегда прям каждое слово четко слышно. А тут вы будете диктовать вот 59 градусов, 58 минут, там сколько-то там секунд или еще чего-то. Опять же, в разных форматах может быть запись координат. То есть, у вас вот здесь у меня, например, формат это градусы, минуты, доли минут. Хорошо, кстати, за счет, потому что в Navionics, которыми мы всем пользуемся, там такой же формат удобно переносить. Вот, например, в AISI у меня градусы, минуты и секунды, и доли секунд. И уже надо это конвертировать. Вот, и у кого-то в стационарных айрпоттерах тоже может быть другая система записи координат. Поэтому, когда они передаются цифровым видом, это гораздо-гораздо удобней, чем когда вы их диктуете. Так, значит, включаются трубки отдельно, выключаются, можно выключить вместе. То есть, если я нажимаю выключить, вот, он мне предлагает две опции на выбор. Выключить только трубку, одну конкретно вот эту, допустим, вам она не нужна, вы спите в каюте, а там кто-то на вахте. Вот, пусть у него работает, а у вас нет, не мешало, чтобы вам. Либо выключить все. Вот я выбираю только трубку, выключить, вот она выключилась, это осталось работать. Если бы я выбрал выключить обе, они выключились бы обе. Ну, удобная, прикольная опция. Когда уходишь с яхты, не надо там, забыл выключить внутреннюю, здесь вот выключил, и обе выключились. Ну, это правильно сделано. Давайте посмотрим антенну, и вот я этот приборчик уже отключу. Значит, включаем. Включаем трубку. Здесь, кстати, есть разные режимы мощности. Вот в ВСН написано высокая, средняя, низкая мощность. Попробуем пока на низкой мощности. Какой-то 23 канал. Давайте поставим 43, он у нас вроде как для маломерных судов такой свободный. Если я правильно помню, листаем. 1, 2, 3, 43. Включаем. 1 и 0,3. Не знаю, насколько на камеру видно. Не буду я, наверное, отдельно снимать, чтобы все прям в режиме реального времени не было. 1, 0,3. Это прям идеальный показатель КСВ. Мощность он показывает 0,5 Вт примерно. 0,5 Вт. Это низкая стоит. Давайте поставим среднюю. Так, это высокая. Средняя. 15 Вт должно быть. Ну, вот он мне показывает 10, КСВ 1. Это прекрасный показатель, идеальный, можно сказать. И поставим высокую мощность. 25 Вт. Но он мне показывает 17, и КСВ тоже 1. Но, в общем, по мощности он показывает чуть поменьше. Прибор тоже, он не какой-то там лабораторный. Я когда свою радиостанцию им замерял судовую, он мне показывал только 10 Вт. Хотя по спецификации она 25 Вт. Вообще 25 Вт – это стандартное ограничение мощности для судовых радиостанций. Поэтому, насколько он правильно это показывает, я не могу вам сказать. Но то, что коэффициент вот этой вот отраженной волны КСВ, единичка, это говорит о том, что очень хорошая антенна. И говорит, опять же, о том, что у нас хорошо весь тракт собран. У нас нет проблем с кабелем, с соединением и так далее. Поэтому приборчик мы можем отключать и смело уже пользоваться далее. Еще раз напоминаю, не забывайте, никогда нельзя пользоваться передачей с радиостанцией. Вот если она просто была включена, вот сейчас, да, и отключают, ничего страшного. Если нажимаете передачу, у вас не подключена антенна или где-то разомкнут разъем, это вот просто придет к поломке, может привести к поломке. Коротковременная, наверное, скорее всего не приведет, долговременная, скорее всего, приведет. Ну, в общем, не экспериментируйте с этим. Давайте дальше посмотрим, как здесь все работает. Ну, наверное, надо мне снять это крупно в руках, поэтому сейчас мы камеры переставим. Пока расскажу по динамикам. Значит, во-первых, по горну, чтобы он мне не оглушил. Сейчас его вот так вот поставлю. Не в микрофон он, конечно, будет. Значит, здесь есть специальная кнопка. Кстати говоря, в инструкции не идеально про нее написано. Тут написано, что она входит в настройки. И я какое-то время думал, а как, собственно говоря, воспользоваться этим горным. То есть в настройки-то я вошел. На самом деле все просто. Вот здесь есть ручной и автоматический режим. В ручном режиме вот мы заходим. Здесь меняется громкость. Я пока поставил минимальную. И все, вот мы отсюда не выходим. То есть прямо из этого меню мы пользуемся кнопкой вот этой основной push-to-talk. Один момент. Я перепутал местами подключения рупора и динамика. У меня сейчас это пищало из динамика, а не из рупора. Ну, потому что я, когда это распаковал, а потом запаковал обратно, я вот эти вот разъемщики положил не в те коробки. Точнее, я просто вообще не клал в коробки. Кинул просто так. И потом забыл, какое-то чего. А инструкцию не смотрел. Вот, так не делайте. Но, как видите, ничего страшного. Сейчас мы все воткнем наоборот просто. И все у нас заработает. Да, воткнули наоборот. Возвращаемся сюда. Сделаю снова минимальную громкость. Так же, чтобы нам не оглохнуть тут. Да, вот. Ну, так довольно тихо. Поднимем. Повышаем потихонечку. Вот четверочку среднее. Давайте побольше. Максимальную сделаем. Отверну от себя. Мне страшно. Отлично. Вот. Это ручной режим. Что такое автоматический режим? В автоматическом режиме у нас есть, ну, некоторые заданные последовательности сигналов. Выключение двигателя, включение двигателя, буксир, вотсманский катер, стоянка на якоре, рыболовное судно. Но давайте на якоре просигналим. Вот мы стоим в марине. Ладно, сойдет за якорь. Включаем. Вот. Это сигнализация о том, что мы стоим на якоре. Вот можем какую-нибудь другую включить. Как вот интересно буксиру. Я сам не помню. Давайте. Вот. Такое включаем на буксире. Есть еще регулировка тональности. Если вам не нравится тональность. Это у нас стояло среднее 400 Гц. Давайте поставим минимальную. Это самый такой... Самый низкий будет звук, наверное. Ну-ка попробуем. Вот. Это минимальная. Попробуем тон рупора максимальный. Ну, в общем, тут можно долго играться. Какой вам нравится. Максимальный. Он, наверное, будет самый продзительный, но наименее приятный. 650 Гц. Давайте попробуем. Ручной режим. Вот. Это будет слышно прямо очень далеко. Это будет слышно прямо очень далеко. Но низкий мне нравится все равно больше. Он как-то приятнее, что ли. Также этой же кнопкой включается СГУ. Сигнально что-то там устройство, да, как-то так расшифровывается. В общем, если нажать, подержать, вот, то мы можем... Вот он прям включился. Я просто рядом с ним. Так, на самом деле, неправильно, потому что обратная связь будет, микрофон будет попадать. То есть, когда он у вас разнесен далеко, вы можете эту громкость увеличивать. Вот так вы зажимаете тангенту и что-то вещаете. Освободили фарватер, освободили судовой ход там. Вот что-то в этом роде. Вот. Но сейчас громко делать не будем, потому что они просто рядом. Я вот уже его слышу. Вот. Это что касается горных. Что касается динамика. Давайте сейчас что-нибудь скажем. Поставим вот здесь тоже 43-й канал. Он соответствовал. Вот здесь тоже выбрал я речной диапазон, морской отключен. Мы будем только в формате речного это все пробовать. Нет, я слишком рядом. Я слишком рядом. Давайте это все отвернем. Раз, два, три. Вот. Но надо отходить. Не буду сейчас отходить. В общем, вы поняли, это работает довольно громко. Просто вот эта обратная связь возникает из-за того, что звук из динамика попадает сюда в микрофон. Из микрофона снова в динамик. Она вот так усиливается. Так же, как бы, работает с микрофонами. Когда вы на каком-нибудь концерте слышите адский звук, как бы такой пи-и-и. Это вот из-за этого произошло. В общем, динамик громкий. Динамик такой аккуратненький, прочненький. Единственный вопрос у меня к этому динамику, почему на нем нет регулировки громкости. Вот. Я бы хотел бы ее здесь видеть. У меня стоит похожий динамик, ну, другого производителя. Вот здесь в кормовом рундуке, потому что у меня нет такой классной выносной трубки, да. Но и радиостанция вот оттуда, когда у меня убрана тангента, мне не слышно. Я провел, поставил этот динамик, но у меня на нем есть регулировка громкости. То есть, если я слышу какие-то обрывки разговора, например, очень далеко, там, береговая охрана кого-то вызывает. У них мощная станция под Приморском. Она сюда добивает. Мне, как бы, это не нужно, это отвлекает. И если я понимаю, что этот разговор, как бы, не для меня, я просто убавляю здесь громкость. А вот тут вы ничего, собственно говоря, сделать не можете. Вот он как говорит, так и говорит. Поэтому, если вы такой динамик устанавливаете, я бы, как минимум, поставил бы сюда кнопку, чтобы его можно было просто выключить. Это несложно сделать. Поставили кнопку, не надо вам, выключили. Надо, включили. По поводу громкости в целом, тут есть такая интересная особенность, как придумана ее регулировка. Я, честно, не считал инструкции. Я вам сразу сказал, не считал инструкции. В инструкции сразу что-то написано, как там все регулировать. Но мы же берем еще такую ситуацию, что вы-то, допустим, разбираетесь, там, почитали инструкцию, во всем разобрались. Но у вас на судне есть там какие-то матросы, еще кто-то, да, и вы кого-то послали попользоваться радиостанцией. Хотя это и неправильно, потому что человек, который пользуется радиостанцией, должен иметь соответствующую квалификацию и, в принципе, даже и лицензию. Но ситуации бывают разные. Кого-то вы попросили, пришлось, чтобы он воспользовался станцией. Смотрю я на клавиатуру и сразу не могу понять, как громкость отрегулировать. Я думал где-то минуты две. Потом интуитивно нашел. Пригласил еще трех капитанов разных соседних яхт. И дал им задачу. Говорю, ребята, отрегулируйте, пожалуйста, здесь громкость. Вот, они думали тоже разное время. Примерно в среднем такое же. Вот, от одной до пяти минут это заняло. Все нашли, как она регулируется, но это заняло время. Регулируется на самом деле удобно. Я вам покажу. Вот этой вот штукой сверху стандартно переключаются у нас каналы. И ей же, если ее утопить, мы, вот, выделяется на экранчике ГРМ. ГРМ, это здесь громкость, естественно. Вот, мы ее выделили и крутим. Если нажать еще раз, у нас выделяется шум, шумодав, и мы регулируем шумодав. То есть, подсказочка, конечно, есть, то, что эти параметры, они на экране. Естественно, они и должны быть на экране. И они должны как-то легко регулироваться. Это все понятно. Но вот то, что это делается нажатием, да, это не какое-то что-то такое, кто-то придумал. Но есть такой на морских станциях, которые вот такие стационарные. Там вот большая кнопка. На ней, как правило, что-то такое написано, типа пуш, то сквелш или что-нибудь в этом роде. То есть, какая-то дополнительная есть подсказка, как это сделать. Здесь этой подсказки, в общем, не сразу можно догадаться. Когда знаешь, удобно. Когда не знаешь, можно искать где-то какое-то время. Поэтому я бы, честно говоря, вот какую-нибудь кнопку дублирующую. Вот, например, каналы же можно переключать вот так, а можно вот так. То есть, эта функция задублирована. Я бы, например, вот эту кнопку, например, вот эта кнопка ГНСС, которая позволяет вам посмотреть данные спутниковой эвакации. Я бы, например, вот вместо нее сделал бы также вот двойную надпись, типа громкость и шумодав. Потому что, собственно, у вас координаты и так на экране, а остальное, ну, не так что-то нужно. Можно в меню, например, перенести. Я бы так сделал, чтобы как-то человек взял ее в руку и сразу понял, как ему, если что, громкость отрегулировать. Потому что здесь не сразу понятно. Вот, долго об этом говорю, но мы действительно, я даже ставлю фотографию, как ребята сидели с этим разбирались. Когда знаешь, удобно, еще раз повторю, но когда не знаешь, это может вызвать некоторую проблему. Какие еще здесь особенности? Ну, бросается в глаза, во-первых, русскоязычное меню. Точнее, меню это понятно, там оно переключается в настройках, а русскоязычная клавиатура. То есть, вот того же производителя станции река Моли здесь англоязычная, здесь русскоязычная. На мой взгляд, это адекватное решение, потому что суда, которые используют морскую радиосвязь, там, в принципе, и по идее радиообмен, он изначально идет на английском. Даже вот здесь вот мы находимся в России, да, в Финском заливе. У нас всякие прогнозные, там, предупреждения, какие-то штормовые предупреждения, прогнозы погоды, еще какая-то информация. Все идет сначала на английском, потом дублируется на русском. Так делается в других странах, идет сначала на английском языке, поскольку морские суда, там, как бы, ну, интернациональная команда, чтобы всем было понятно. А потом дублируется на языке той страны, где вы находитесь. Вот, и поэтому морское оборудование, оно совершенно логично и понятно, что сделано с... там, все на английском терминологии. Станции, которые используются на реке, там язык общения русский, потому что это чисто внутренняя акватория Российской Федерации, и все общение там происходит на русском языке. И, собственно, совершенно людям, которые там с этим работают, они могут английского вообще абсолютно не знать, и, конечно, им вот это читать по-русски гораздо понятнее. Все здесь написано по-русски, кроме, кстати, кнопки МОП, Человек за бортом, Man Overboard, здесь оставили английское, ну, наверное, русское сокращение сложно придумать. Давайте попробуем. ЧЗБ, ЧЗБ, Человек за бортом, ну, да, не звучит. МОП все-таки понятнее, оно и во всяких инструкциях написано, Человек выпал, вы там ему круг кинули, всех оповестили, кнопку МОП нажали. Вот, МОБ, да, и здесь вот она сохранена, все остальное здесь написано по-русски. Крупная кнопка 5, естественно, это быстрый переход на основной канал, потому что в речной связи основной канал это 5, не 16, и 5, и другой тоже, здесь другой диапазон. Но некоторые аббревиатуры, конечно, они, человеку, который раньше с этим не работал, могут быть непонятны. Вот, их надо запомнить, ведь их есть две, это ЦССБ и ГНСС. ЦССБ это цифровая система связи при бедствии, а ГНСС это глобальная навигационная спутниковая система. То есть, когда вы заходите в ЦССБ, вы попадаете в меню цифрового вызова. То же самое, что в морских радиостанциях называется DSC, Digital Selective Calling. Здесь все, в принципе, то же самое, только здесь оно работает и между речными радиостанциями. Кнопка ГНСС, соответственно, направляет вас в меню, которая, ну, точнее, не в меню, а в информацию, в информационные страницы по навигации. То есть, здесь ваша позиция, здесь ваше текущее время, дата, ваша скорость, курс. То есть, вот такие данные. Кстати, это неплохо, что они здесь есть, потому что, например, вас могут вызывать, как у нас береговая охрана вызывает суда, которые заходят в пограничные районы, говорят, судно, не знают они название чаще всего. Если у вас некоммерческое судно и у вас нет системы АИС, они не видят, как вы называетесь. Вот, поэтому они вызывают вас просто там судно или там парусное судно, или моторное судно, находящееся в координатах таких-то, зачитывают вам координаты, следующее курсом таким-то, со скоростью такой-то. Для чего эти три параметра, чтобы вы поняли, что это именно к вам обращаются. Потому что координаты, ну, такое, там рядом могут быть другие суда, опять же, там разный формат записи, их надо записать, посмотреть, они же все-таки меняются, вы же движетесь. Вот, курсы скорость, то есть, уже три параметра сходятся, и вот они у вас все на экране. То есть, вас вызывают, вы прямо на экране читаете, как бы, о, это про нас. Отлично. Ну, все-таки, вот, я бы, наверное, вот это убрал внутрь меню основного, или, может, вместо еще какой-нибудь кнопки типа сканирования сделал. Сюда бы поставил отдельную громкость. Сканирование, ну, это стандартные функции, наверное, не будем очень много на них останавливаться. В любой радиостанции, морской, речной, вы можете сканировать несколько каналов. Как правило, это сканируется основной, в данном случае, пятый, плюс какой-то, который вы выбрали. Можете выбрать еще третий, либо сканировать все каналы. Память, кнопка вызывает каналы из памяти, то есть, любой канал, допустим, вот я вот хочу, вот 43-й, мы пользуемся иногда. Это, сейчас я до него долистаю, 43-й, вот поставил, зажимаю кнопку памяти, он в память записывается. Вот появилась кнопочка M, memory в памяти. Ну, вот да, не все прям на русском. Буквка M, это все-таки, да, отсылка к английскому. И он у нас теперь находится в памяти. Если мы перешли на какой-то другой канал, вот, кнопочка памяти, он сразу у нас вернулся на этот 43-й. Можем туда записать несколько и этой кнопкой его листать. Вот, то есть, ну, удобно, быстро, все нормально здесь работает. Единственное, по листанию каналов, заметил такой нюанс, они перелистываются, ну, с некоторой задержкой. То есть, вот, если мы возьмем здесь, вот у меня стоит 43-й, я вот так нажимаю, раз, два, три, вот, каждое переключение ровно в этот момент у меня канал переключается. Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Здесь я делаю то же самое, раз, два, три, четыре, пять раз нажал, он как-то вот продолжает это еще переключать. То есть, если я хочу очень быстро это сделать, очень быстро у меня, наверное, не очень получится. Я либо пролистаю мимо, либо недолистаю, потому что он как вот с некоторой задержкой переключает. Не то, чтобы это был существенный нюанс, но все-таки удобнее, когда они вот как здесь листаются сразу. Может быть, это связано с тем, что две трубки, и он же переключает их одновременно на обеих трубках. То есть, я вот переключаю здесь, сейчас я включу, и он переключается здесь тоже. Вот. Тынс, тынс, тынс. Вот. Они переключаются синхронно. Это, естественно, правильно, но, возможно, из-за этой синхронизации этот процесс с какой-то микрозадержкой происходит. Вот. Что мешает по-быстрому эти каналы менять? Ну, это мелочи. Но надо же было об этом тоже сказать. Это мелочи, как бы, ну, вот такое есть. Имейте в виду. То есть, когда вы быстро крутите, допустим, вот у меня 61-й, я хочу, допустим, поставить 10-й. Я вот так вот листаю. Вот у меня стал 50-й, 48-й, 47-й. Я уже покрутил, они все еще листаются. Вот 42-й стал. Листаю еще. Ну, в общем, на некоторых других станциях переключение, вот это происходит быстрее. Поэтому я бы здесь рекомендовал, ну, в речной радиосвязи редко нужно много каналов. То есть, это, как правило, основной пятый, потом какой-нибудь слезовой, еще какой-нибудь там между собой канал. То есть, вы вот эти три канала забили в память, и кнопкой памяти переходите на нужный. Поэтому, в основном, вам это и делать-то не придется. Ну, такой есть момент. Давайте попробуем отключить вторую трубку и поработать с одной трубкой. Вот, выключаем обе. Кстати, если долго нажать и держать, выключаются сразу обе без нажатия в меню. Что тоже, кстати говоря, удобно, если вы хотите просто все выключить, не заморачиваться с этим делом. Вынимаем переходничок. Вставляем. Вот, теперь у меня трубка только одна. Посмотрим, так же это будет работать или нет. Все, она загрузилась довольно быстро. Сразу, кстати, на дисплее у меня вот этот номер, который я вбил, появился. Сразу появилась позиция GPS, и все очень быстро, это все работает. Давайте полистаем теперь каналы. Ну, нет, в принципе, листаются они точно так же. То есть, это не зависит от двух трубок, просто они листаются чуть-чуть дольше, чем я к этому привык. Под вот это вот ее крепление есть вот такая стоечка. Вот, ну, да, вот так это работает. А это, соответственно, к GPS-антенне. Но, лично мне удобнее крепление на рейлинг. Я вам отдельно вставлю, покажу, как оно выглядит. Оно буквально там 1200 рублей стоит. Но для какого-нибудь катера на рубке, почему нет? Вот так взяли, прикрутили. Солидненькое такое. Так, давайте посмотрим немножко поближе на клавиатуру и на то, что у нас в меню радиостанции. Значит, каналы переключаются у нас двумя способами. Вот сверху, вот так вот мы крутим. И вот этими клавишами. Тут, в принципе, подписано канал, канал вверх, канал вниз. Вот, переключаем. Переключаются они с небольшим таким лагом. То есть, вот, еще с маленькой задержкой. Вот эти две кнопки пока ничего не означают. Регулировка громкости происходит вот таким образом. Нажимаем. Видите, здесь у нас выделилась громкость. Еще раз нажимаем шумодав. Вот, выделили громкость. Покрутили. Она изменилась. Выделили шумодав. Покрутили. Она изменилась. Вышли отсюда. Теперь у нас меняются каналами. То есть, все управление за счет вот этого верхнего колпачка происходит. В принципе, удобно, но нужно об этом знать. Дальше. Кнопка MOB. Человек за бортом. Большая, красная. То есть, если у вас выпал человек, вы ее нажимаете, и вам на экране будет подсказка. Удерживайте 3 секунды кнопку бедствия. Для отправки сообщения. МОП. Вот. Это кнопка бедствия. Мы можем это сделать и просто с помощью этой клавиши бедствия. Вот мы ее зажимаем. И у нас появляется меню, где мы выбираем, что у нас произошло. В том числе, здесь есть и человек за бортом. Где-то точно есть. Вот она. Но сюда надо листать. Это стандартное во всех радиостанциях. Единственное, что в морских это все дело на английском. Здесь это дело на русском. То есть, для тех, кто ходит во внутренней акватории Санкт-Петербурга, естественно, это будет проще и понятнее. Но сюда не все лазали, не все это пробовали, не все умеют, наверное, это делать. Здесь кнопка прямо по центру. Нажали, и вам сразу подсказочка. То есть, это проще для человека, допустим, который особо не разбирался со станцией. Он быстро найдет, как это сделать. Это тоже очень хорошо. И отправится всем станциям этот вызов. Мы его отправлять не будем, потому что он на самом деле отправится. Как бы ложный сигнал бедствия подавать нельзя. Запрещено, естественно. Это очень плохо. Так никогда не делайте. Дальше у нас подсветка экрана. Выключаем, выключаем. СССР – это меню цифрового вызова. И вот на нем хочется остановиться чуть-чуть поподробнее. Здесь мы можем вызывать другие радиостанции через цифровой избирательный вызов. Вот, например, вот эта радиостанция у нас тоже, она сейчас работает на лишних каналах. И эта работает на лишних каналах. Смотрите, как это работает. Мы, вот у нас здесь стоит какой-то от балды канал 50-й. Здесь стоит вот 11-й. Пусть так и будет. Вставляем 50-й, 11-й. Здесь мы заходим в меню тоже вызов. Ну, или там, неважно. Индивидуальный вызов я выбираю. Вот адрес. Это мы здесь вводим код. Или вот этот ИРП, или морской ММСА. Неважно. Я уже вбил. Здесь танго – это яхта соседа. Я использую его номер. Вот, в этой радиостанции ввожу. Обычный вызов. И здесь я предлагаю, на каком канале я хочу осуществить связь. Да, допустим, я хочу на 43-м. Вот я его выбрал. Нажимаю. И он просит у меня подтверждения, что код такой-то опознавания. Судно танго. Обычный вызов. Предлагаем связь радиотелефонную на канале 43. Вызываем. Ой-ой-ой, надо громко говорить или отключить. Вот. Сейчас я отключу. Вот. И здесь у нас появился индивидуальный вызов от такого-то вот кода. Канал 43. Выйти – ничего не делать. И вот мы нажимаем «Сохранить». Либо выполнить, либо отклонить. Выполняем. Нажимаем здесь вызов. Ну, в общем, несколько раз надо подтвердить. И здесь у нас тоже пикает, что получено подтверждение. Нажимаем «Ввод». Смотрите, что произошло. Обе станции сами переключились на выбранный канал 43. То есть, что это дает? Это дает то, что нам не надо судно какое-то, если мы знаем его, забили в эту книгу, знаем его вот этот номер опознавания. Нам не нужно вызывать его на общем канале, в данном случае пятом. То же самое работает на море с 16 каналом. Нам не нужно забивать общий канал вот этим там, что мы хотим кого-то вызвать. Мы просто цифровым образом предлагаем ему связь на выбранном канале. И они оба сюда переключаются. Ну, это же очень круто. То же самое. Можем с этой станции сделать вызов. Здесь заходим. Такое же меню. Индивидуальный вызов. Тоже из телефонной книги. Я уже тоже ввел здесь свое название «Кактус». Это забит здесь ММСА, который у меня тут введен. Это морской код, но тем не менее это все работает. Выбираем обычный. Выбрать какой-то канал для связи. Ну, третий пусть будет третий, не важно. Отправляем вызов. Вот. Видите, запрошено. Канал 0.3. И R стоит, это то, что речной канал. Выполняется. Пымс. Несколько раз надо подтвердить. И здесь подтвердить. И вот обе станции у нас, надеюсь, на камеру видно, тут солнце аппликует. Обе камеры, сказал уже. Заговорил себе, простите. Обе радиостанции у нас переключились на канал номер 3. То есть и в одну, и в другую сторону он работает. Что еще мы можем здесь делать? Что на одной станции, что на другой. В принципе, здесь идентичные меню. Они стандартные. Это все из морской связи изначально пришло. Значит, запрос местоположения. Это мы запросим координаты. Они перешлются в местоположение другого судна. Здесь и координаты есть и на этой станции, потому что здесь тоже есть приемник GLONASS GPS и на этой. Можем отправить всем судам какое-то приглашение на какой-то канал Априлетии. Есть групповой вызов. Это интересная штука. У меня здесь ничего не введено, но можно для группы судов, например, у вас какая-то флотилия судов, которые занимаются там, не знаю, 3-4 буксира, которые занимаются там швартовкой какого-нибудь судна большого. И вы можете их разом все вызвать. Вот этот номер, вы, честно говоря, его, может быть, его можно где-то там как-то официально получать. Честно говоря, его можно просто придумать от балды, ввести сюда, главное, чтобы ни с чем другим не совпадал. И вызывать все суда по вот этому, собственно говоря, групповому вызову. У меня станции всего 2, поэтому не буду сейчас это пробовать. Если это работает точно так же, то просто распространяется на все станции, где введен вот этот вот групповой опознавательный номер. Его, кстати говоря, можно менять. То есть индивидуальный вы поменять не можете. Он один раз сюда вбивается, но в этих станциях можно его перепрошить у производителя. Групповой вы можете менять как хотите. Журнал сообщений тоже можно посмотреть. Вот, например, входящий, что здесь было там. Сигналы бедствия. Были ли сигналы бедствия получены? Не были. Сюда не заходят даже. А вот индивидуальные вызовы. Вот они все. Можно посмотреть их историю. Если мы что-то пропустили, мы можем видеть, что нас вот такой-то вот номер вызывал по такому-то каналу. Собственно, телефонная книга. Вот сюда я и вношу. Здесь есть контакты, есть группы. Вот я сюда внес, например, танго. А здесь внес кактус. Это вот две яхты, которые у нас стоят рядом. Мы, собственно, между ними это дело и тестировали. Вот такая, собственно, система цифрового вызова. Очень, на мой взгляд, удобная. Не так много кто сейчас там из маломерного флота этим пользуется. К сожалению, было бы очень удобно, потому что, опять же, идут яхты на каком-то расстоянии, хотят поговорить. Как правило, они знают, кто с кем хочет поговорить. И можно было бы сразу друг друга вызвать с переключением с основного канала, там, 5-го, речного или 16-го морского на большой стационарной станции, чтобы переключиться на какой-то дополнительный канал и на нем переговорить. То есть это была бы качественнее связь, чем, как мы обычно это пользовательство с портативных станций в этом случае. Вот, поэтому будем рассказывать всем про эту систему. Это на самом деле удобно. Вот, и на морских станциях она уже на всех есть. И вот сейчас это и на реке как-то начинает тоже, как я понимаю, вводиться. С этим все. Давайте посмотрим, что у нас еще здесь за кнопки. Ну, а пятый – это быстрый переход, естественно, на основной канал речной радиосвязи. Чувствительность. Интересная функция. И когда у вас здесь написано чувствительность, это не повышенная, это пониженная чувствительность. Это я в инструкции все-таки прочитал, потому что сразу не понял, что это такое. Смысл этого в том, что в некоторых районах, где большой трафик, много судов, слабые сигналы могут мешать. То есть вам будут какие-то там помехи. Но это не помехи, это просто слабый сигнал, который вы не хотите слышать. Хотите слышать только суда, которые рядом. То есть это пониженная чувствительность, чтобы меньше было каких-то паразитных звуков у вас. ВСН – это высокая… ну, выключим чувствительность. Хотя нет, оставим. Здесь как раз у нас такой регион, где это полезно. Высокая, средняя, низкая – это мощность передачи. Вот она написана у нас в углу. В ваттах. Соответственно, 1 ватт, 15 ватт и 25 ватт. Причем здесь сделано так, что если на каком-то канале вы поставили низкую мощность, потом переключились на основной, смотрите, она сама поменялась на максимальную мощность. То есть в каком-то экстренном случае, когда вы что-то важное передаете по основному каналу, у вас мощность автоматически будет поставлена на максимальную. Ну, как бы тоже это не инновация, так же делается в морской радиосвязи, но очень правильно, что здесь это тоже так же реализовано. Сканирование. Зажимаем, вот у нас сканируются все подряд каналы. Остановим сканирование. В память мы попадаем, у нас включается сразу, вот 43-й канал я внес в память, очень удобно, то есть мы только им пользуемся, когда между собой хотим какую-то связь. Плюс 5-й – это вот общий. Вот я могу между этими каналами переключаться просто вот так, ничего не листая. Это на свой с кем-то поговорить, это на общий. Вот, собственно, вот так. Если я хочу слышать и тот, и другой, вдруг меня вызовут на общем, а вдруг на вот этом 43-м, ну, в каких-то ситуациях, да, мы нажимаем кнопку двойного сканирования. Вот написано «Скан-2», он сейчас будет у нас по двум этим каналам прыгать. С последнего канала, сейчас перейдем в память, плюс будет пятый. Вот, включаем сканирование, видите, он прыгает между ними двумя. Можно зажать ее подержать, будет тройное сканирование, ну, это аналог, как морской системы Double Watch и Triple Watch. Точно так же работает. ГНСС – глобальная навигационная спутниковая система, то есть здесь их две – это GPS и GLONASS. Наша позиция отображается, время. Для того, чтобы время корректно отображалось в настройках, нужно ввести коррекцию часового пояса, плюс 3, в данном случае для Санкт-Петербурга. Ну, для Москвы так же, естественно. Время у нас, дата, наша скорость. Ну, мы стоим на месте, курс 133. Если мы будем, ну, центральный блок поворачивать, но надо двигаться для этого, будет курс тогда тоже меняться. И можем посмотреть информацию про спутники, что у нас тут ловится. Ну, в принципе, и все. В меню что у нас есть? Установки приоритетных каналов. Давайте посмотрим, что здесь есть. Третий приоритетный канал – это когда у нас сканирование трех каналов. То есть мы можем выбрать какой-то еще, какой хотим. Например, там, шлюзовой канал поставить. Ну, если вдруг нам ходим в такой зоне. Установки ГНСС. Что здесь есть? Глобальная система навигации. Значит, здесь мы можем работать только с ГЛОНАССом, можем работать только с GPS-ом. Можем получать позицию по NMEA. Если мы подключили в дополнительный разъем, у нас уже есть, допустим, антенна, мы не хотим дополнительную ставить, то можем так это сделать. Что здесь в конфигурации? Да, вот как раз сдвиг времени. Это вот здесь он задан. Видите, UTC плюс 3 у меня стоит. Благодаря этому время у меня корректно. Единицы скорости, мы можем менять узлы на километры в час. Ну, на море, как правило, используются узлы, речники, как правило, используют километры в час. Вот, пожалуйста, что вам удобно, то выбирайте. Ображение времени показывать, не показывать его на дисплее, я поставил показывать. Тревога. Это если у вас не работает позиция, вы зашли в какую-то зону, где GPS заглушен. У нас такие зоны на самом деле есть, чтобы вы об этом знали. И вы понимали, что у вас не будет передаваться ваша позиция, в том числе ваш АИС не будет корректно работать. Здесь включится тревога, вы будете оповещены о том, что у вас не работает вот эта спутниковая система. Ну и карта тоже ваша, скорее всего, не будет корректно отображать ваше местоположение. То есть это тоже, в принципе, полезно об этом знать, конечно, вовремя. Что еще у нас есть в меню? Конфигурация системы, давайте посмотрим. Время подсветки, ну, понятно, можно регулировать, контрастность. Звуковой сигнал я выключил, это кнопки. Ну, можно сделать, конечно, чтобы они пикали, мне не нравится, но некоторым людям нравится. Поэтому здесь дело личного предпочтения, кто еще хочет. Яркость можно регулировать, посмотреть версию ПО, сбросить настройки. Выбор языка тоже можно поставить английский себе, если хотите. Посмотреть заводской номер, но это, скорее всего, при обращении в сервис понадобится. И почти последняя кнопка, которая здесь есть, и Горн СГУ. Собственно, я уже демонстрировал, как она работает. Ну, здесь просто крупно покажу. Вот мы попадаем здесь в ручной режим, зажимаем, меняем громкость и тангентой включаем туманный Горн. Ну, я его уже просто сейчас отключил. Автоматический режим, вот у нас какие есть варианты. Двигатель вкл-выкл, на судне буксир, буксируем, лосманский катер. На якоре стоим, рыболовное судно. Вот, в общем, вот такие вот варианты. И тон рупора, вот можно выбирать в герцах. Собственно говоря, и все. Ну, если его подержать, то он переходит в режим громкоговорителя. Вот, таким образом. Меню простое, понятное, кнопки крупные, считаются очень легко, сокращения тоже понятные. Хотя мне привычнее все это, когда на английском, но я тоже сразу легко разобрался. Кнопка выключения, тоже одинарное нажатие. Он нам предлагает выключить только эту трубку или выключить всю систему. Если мы нажмем ее и поддержим, то у нас просто все выключится. Вот так вот. Пару слов о стоимости всего этого оборудования. Да, кстати, хорошая водозащита. Подпишу, забыл точный номер, как она там указана в инструкции. По-моему, IP56. То есть, можно вот этим пользоваться. И в сложных условиях, этими трубками, ничего страшного. Я бы не стал их прям в кокпите все время вот так оставлять. Потому что все равно солнце, ультрафиолет будут выгорать, выцветать со временем. Ну, как любое вообще оборудование. То есть, даже вот на вот это все мы, естественно, закрываем все это дело крышечками, когда не используем, чтобы все это не выгорало. Поэтому, ну, на тангенты тоже, естественно, мы вот, если что, взяли и убрали. По поводу цен. Сколько это все стоит? Значит, сама радиостанция, то есть вот этот блок с GPS-антенной, с трубкой. 67 тысяч. Дополнительная тангента, то есть вторая, вот эта выносная трубка с полным функционалом, 19 тысяч. Антенна вот такая вот с креплением и кабелем в комплекте 15 тысяч. Разъем, кстати, к ней еще помимо вот этого, вот этот крупный называется PL, есть еще разъем BNC. Ну, если вдруг вам куда-то ее надо подключить по разъему BNC, здесь вроде не надо, но он на всякий случай есть. Рупор, вот этот вот 30-ваттный рупор, 4700, 4700 рублей. И выносной громкоговоритель, вот этот вот, 2700 рублей. Вот. Ну, цены вот такие. Что касается радиостанции трубки, да, она не дешевая, но это профессиональное оборудование с широким функционалом, с водозащитой, надежное, с гарантией. Опять же, производитель российский, то есть проще обратиться в случае чего сервиса, там, того же, той же смены кода, системам и цифрового вызова. Поэтому цена, в общем-то, оправданная. Сравнивать ее с чем-то сложно. Почему? Потому что это оборудование речное. Речные станции, это только вот они такого формата во внутренних водах Российской Федерации. Соответственно, мировые производители, с которыми, если бы это была морская радиостанция, мы могли бы сравнить ее там с известными мировыми брендами. Здесь мы не можем, потому что они, напрямую не можем, потому что они такого оборудования просто не выпускают. И выбор, он тут не такой большой. Соответственно, производство не такое серийное, да, как мировой бренд выпускает сразу на все страны, там, огромную партию. Естественно, он может там какую-то цену сделать меньше. Это первый момент. Второй момент, что многие цены сейчас, вот, практически все радиостанции, которые я смотрел, из-за вот такого серьезного класса с цифровой системой, или если там даже с АИСами, с выносными трубками морские, они в основном цены написаны под заказ. И поэтому очень сложно. То есть надо звонить, узнавать, и так напрямую сравнить сложно. Вот, поэтому по цене, вот, как есть, так и есть. В принципе, цена, наверное, адекватная. Ну, за рупор и за динамик так точно. То есть, ну, за такой здоровый рупор, там, 4 тысячи нормальная цена. Вот, по трубкам тоже, с учетом того, как они сделаны, какой функционал они предлагают, тоже нормальная цена. Да, ну, опять же, можно, наверное, морскую радиостанцию найти еще с АИСом за похожую стоимость, но только ее заказать, привезти, купить будет проблема. В случае, там, каких-то технических неполадок или необходимости перед прошивкой будет еще большая проблема. Вот, поэтому вот так. В целом, комплект очень интересный и позволяет, ну, такой гибкий, позволяет для какого-то судна, где, ну, действительно часто нужна радиосвязь, организовать несколько полноценных постов управления. То есть, вы не просто трубку куда-то вынесли, а у вас полное управление радиостанции осуществляется там со второго поста. И плюс еще отдельно куда-то вынесли динамик. Наверное, можно даже на его и не один поставить. Ну, вот, единственное, что я бы динамик все-таки брал с регулировкой громкости. Вот такой вот обзорчик, друзья. Самое интересное, что хотел вам показать здесь, это про то, как работают цифровые вызовы. Надеюсь, вы этот раздел не пропустили, посмотрели. И второе, это мне очень нравится вот такой форм-фактор. То есть, напоминаю, есть такая же станция стандартная, если вам больше нравятся стандартные. Но мне кажется, вот это гораздо интереснее для большинства судов будет, особенно для маломерных. Вы ее спрятали внутрь, и это у вас в руке, это гораздо удобнее. Вот. Такое решение пока встречается редко. На мой взгляд, оно прям очень крутое. Ну, и все интуитивно понятно. Видите, без инструкции все я воткнул. Ну, где-то там ошибся, воткнул наоборот, и все работает, ничего не сломалось. Поэтому вот такая вот штука. В общем, всегда приятно, что у нас в России тоже что-то такое производят. Какое-то серьезное оборудование. Не так его много пока производится. Вот. Поэтому будем надеяться, что и дальше оно будет производиться, будет совершенствоваться, будет больше там какой-то выбор. Насколько я знаю, сейчас морской радиостанции, по крайней мере, от Навкома, вот в таком форфакторе не предлагается. Но будем надеяться, что она появится, потому что, ну, это интересно было бы. И как если взять из каких-то пожеланий, из такой вот моей фантазии, я таких решений не видел. Сразу скажу, что это не то, что минус, что производитель так не сделал. Так никто не делал. Вот. Это вообще пока вот в моей голове, в моей фантазии такое существует. Вот. Сама эта система, смотрите, если ее инсталлировать, она сама по себе очень крутая. Но работает только на реку. У нас, например, много судов, которые ходят и в реке, и в море. Вот я говорю сейчас про регион Санкт-Петербурга. Вот мы сейчас стоим в реке, грубо говоря, в Неве, в протоке. Да, вот. Буквально мы чуть-чуть отойдем, там меньше мили, у нас будет морская акватория. И многие суда у нас курсируют и там, и там. То есть иметь две похожих системы, сложных, обе с цифровым вызовом, там, с дополнительными трубками, там посторганизован, здесь посторганизован, там, с громкоговорителем. Ну, это сложно. И просто даже, как бы, с точки зрения установки, с точки зрения обучения людей, которые будут этим пользоваться, ну, естественно, это и бюджет тоже, как бы, двойной получается. Поэтому, а в одной этой станции это сделать нельзя. То есть здесь, да, сделано, но портативная радиостанция, она же не предназначена для того, чтобы мы какие-то максимальные, там, большое расстояние. Она для, вот, ближних переговоров. А здесь мы хотим добиться дальней связи. И в чем проблема? Мы не можем с одной антенны сделать связь качественную на реку и на море. Вот с такой большой. Поэтому было бы круто, это моя сейчас фантазия и пожелание, если бы в этой радиостанции был второй разъем под морскую антенну и возможность внутри станции переключиться. Может быть, там какой-то выходной каскад тоже должен быть другой для этого. Я не знаю таких подробностей. Если это возможно сделать, если когда-то это будет сделано, это было бы суперкрутое решение, чтобы у вас была единая система, вот пусть она будет вот прям такой, как вот эта, но с возможностью ее использовать и в морском диапазоне. с переключением на другую антенну. То есть ставятся две антенны, одна под речной диапазон, вторая под морской, и внутри станции какое-то переключение. Возможно так сделать, будет ли так сделано когда-нибудь, я не знаю. На мой взгляд, было бы очень круто. Я бы прям себе такую систему очень бы хотел. Ну и в целом, наверное, это все, что я хотел на сегодня рассказать. Надеюсь, вам было интересно. Если какие-то вопросы у вас по этой системе или вообще по радиосвязи, постараюсь на них ответить. Если я не знаю ответ, я попробую спросить его у компании Навком напрямую, и может быть, они тоже что-то вам интересное подскажут, если у вас есть такие вопросы. На этом с вами прощаюсь и до новых выпусков. Всем пока! Спасибо!